Казань называется третьей столицей России. Город с тысячелетней историей, европейским обликом и восточным колоритом притягивает туристов необъяснимым очарованием, здесь стоит задержаться на пару дней. Если правильно расставить акценты и определиться заранее, что посмотреть в Казани за два дня, знакомство с городом станет приятным отдыхом и интересным событием. За несколько дней хорошо узнать древний город с непростой историей не удастся. Ниже представлены основные места, которые стоит посетить за 24 часа в Казани. Первые 24 часа в Казани. Старо-татарская слобода. Прогулка по Казани начинается со старинного татарского района, куда в 16-ти, после взятия крепости приказал выселить Иван Грозный опальную татарскую элиту, духовенство, купечество, интеллигенцию. Сегодня радует глаз яркая отделка татарских домов, где присутствуют национальные цвета, зеленый, белый, синий, голубой. Вдоль улицы Каюма на Сыри, татарского просветителя 19-ти, расположен исторический комплекс «Татарская усадьба», напротив нее, интересное граффити. Чашу с надписью «Старый город Казань» трепетно держат руки старца, символ бережного отношения к истории города. Украшением улицы является музей Чак-Чака, татарская сладость, здесь же стоит романтичный дом Шамиля, свадебный подарок дочери миллионера, вышедший замуж за потомка легендарного Шамиля. Мечети Марджани и Анапоевская появились в Слободе в конце 18-ти, по высочайшему разрешению Екатерины II, до этого указы «Исламские постройки» в Казани были запрещены. Часовой утренний променад завершается легким завтраком в вегетарианском кафе «Вигандэй» на берегу озера Нижний Кабан с эффектным фонтаном посередине. Улица Баумана, по набережной озера. Кабан можно выйти на туристскую меку Казани, улицу Баумана, пешеходные маршруты обычно начинаются с нее. Улица, длиной в 4 века, в ходе исторических коллизий меняла свое название. Во времена Золотой Орды это был Ногайский тракт. В ходе взятия Казани, 1552 год. Дорога была искорежена подкопами и называлась Проломной. В советское время ее хотели назвать именем Великого Шаляпина, но в 1930 году городе этой чести удостоился другой уроженец Казани, революционер Бауман. Пешеходная зона без шума машин и надоедливой рекламы переполнена достопримечательностями. В начале пути «Часы влюбленных» они украшены скульптурной композицией и строчками стихов города Тукая. Бронзовая русалка Суанасы, героиня татарского эпоса, стережет у фонтана свой драгоценный гребень. Памятник Шаляпину находится рядом с колокольней Богоявленского собора. На заре своей карьеры знаменитый бас пел здесь в церковном хоре. Шпиль колокольни высотой 64 метра, доминанта улицы и всей исторической части города. Восхищение вызывает рельефная отделка внешних стен кирпичом и белым камнем. Лестница из 293 ступенек ведет на смотровую площадку с шикарным видом на город. Карета Екатерины II – памятник посещения Казани императрицей в 1767 году, после чего город получил второе дыхание. Довольная радушным приемом она оставила в подарок городу свою карету. Подлинник подарка хранится в музее города, а чугунный памятник возвышается посреди улицы, приглашая посидеть на императорском месте. Кот Алабрыс – неофициальный символ татарской столицы. Со времен Елизаветы Петровны, 1745 год. Сохранился указ, повелевающий доставить в Зимний дворец партию котов для спасения императорских особ от мышей. С этой задачей успешно справились коты Казани, о чем и напоминает скульптура вальяжного мышелова, который сумел сладко пожить и сытно поесть. Скульптура дракона Зеланта находится возле самых стен Кремля. Зеланд – мифический крылатый змей, побежденный татарским героем. Он изображен на гербе татарской столицы, его изваяние украшает сегодня туристский проспект Казани. Из всех объектов, что надо посетить в Казани за два дня, самым важным является Кремль. Предлагаемый маршрут подводит к нему в середине дня, перед осмотром желательно неплохо отдохнуть и подкрепиться. Дополнительная информация. Находясь на Бауманской улице, познакомиться с татарской кухней можно в доме татарской кулинарии, где самый богатый ассортимент национальной выпечки и блюд. Средний чек на лето 2018 года. Тысяча рублей. Недалеко от него находится «дом чая», где цены более демократичные, до 200 рублей. А качество пищи совсем неплохое. Александровский и Чернояровский пассажи. Пешую прогулку можно удлинить и обогатить. Мимо памятника Мусе Джалилю надо выйти на Кремлевскую улицу. Дорога проходит мимо православных монастырей, Иоанна Предтеченского, Спаса Преображенского. Приковывает внимание красотой и оригинальностью Петропавловский собор, сохранивший элементы стиля нарядного нарышкинского барокко. Александровский пассаж. Это украшение Кремлевской улицы и всей Казани. Прекрасное и гармоничное здание с элементами классики и барокко построено в 19-е, на средства купца Александрова. По преданию в день его смерти часы, украшающие здания, замедлили свой ход. Чернояровский пассаж. Здание совсем другого плана, построено в начале 20-го века, когда был популярен стиль модерн и сочетание элементов различных архитектурных эпох. Пассаж из торгового учреждения вскоре стал жилым домом, в котором часто случались пожары и несчастные случаи, связанные с появлением загадочной «дамы в красном». Казанский Кремль. Кафе Митбол Эльбокс у парка «Черное озеро» – подходящее место, чтобы отдохнуть, перекусить стритфудом и отправиться на «штурм» достопримечательностей Казанского Кремля. Основная идея архитектуры современного Кремля – синтез татарской и русской культуры. Это место было заселено еще в Ксив. Крепость пережила штурм войск Ивана Грозного, но ее дубовые стены и постройки были уничтожены победителями. Новые стены и башни строились из белого камня зодчими, создавшими собор Василия Блаженного. Сегодня комплекс Казанского Кремля занесен в список мировых памятников ЮНЕСКО. Мечеть Кул-Шариф названа в честь имама – вдохновителя обороны Казани, который погиб при ее штурме русскими войсками. Современная белоснежная постройка облицована мрамором, бирюзовый купол и шпили стройных миноретов сливаются с небесным сводом. Поражают изысканность и роскошь внутренней отделки. Башня Сююмбики по преданию носит имя последней казанской царицы, которая выбросилась из нее, чтобы не стать очередной наложницей русского царя. Башня словно продолжает падение Сююмбики, ее шпиль отклоняется от вертикали почти на два метра. Благовещенский собор с XVI века является оплотом православия в татарской Казани. Сейчас две мировые религии мирно уживаются как на небольшом пространстве Кремля, так и в черте самого города, но так было не всегда. Дополнительная информация. Квест – легенда тайницкой башни – лучший способ за короткое время окунуться в тайные истории Казанского Кремля. Стоимость участия для команды 3-5 человек, от 2400 рублей. Кремлевская набережная. Берег реки Казанки у подножия Кремля – место непрерывного праздника. Здесь не прекращается музыка, не умолкает людской смех. Летом повсюду цветы, зимой причудливые скульптуры изо льда. Сувенирные лавки, закусочные, солидные рестораны. В праздничной атмосфере можно хорошо пообедать, например, в Лаффе Миглия – семейном ресторане с итальянской кухней. Казан. Оригинальный дворец бракосочетаний «Казан» – значимая достопримечательность города. Чтобы попасть к нему, надо перейти реку Казанку по дамбе и попасть на правый берег. Казан – чаша, давшая название городу. Некогда старец предрек первопроходцам этих земель, селиться надо там, где в Казане вода закипит без огня. Вот в таком месте и был основан город. Обратите внимание. На крыше дворца «Казан» имеется смотровая площадка. Мост Миллениум и парка Горького. От центра «Казан» надо возвратиться на левый берег по мосту Миллениум. Он был построен к тысячелетию города и украшен двумя арками в виде буквы «М». Тот, кто путешествует с ребенком, может задержаться на правом берегу и посетить аквапарк «Ривьера» – это огромная территория с множеством горок и бассейнов. А на левом берегу Казанки сразу у въезда на мост расположен старинный парк, который в 19-е, называли Волжской Швейцарией. Тенистые аллеи особенно красивы осенью, а с весны в парке начинают работать поющие фонтаны. От парка Им, Горького можно прогуляться по улочкам исторической части и отдохнуть в парке Ляцкого. Здесь притаилась в одной из аллей, Ибека – скульптура татарской бабушки, присевшей отдохнуть на скамейке. Вечером на территории Ляцкого сада работает элегантный ресторан «Марусовка». Для тех, кто первый раз посещает Казань, маршрут по достопримечательностям города можно закончить ужином в этом ресторане. Казань – туристический маршрут, день второй. Что можно за два дня посмотреть в Казани и ее окрестностях? Потратив один день на самостоятельную пешеходную прогулку по городу, во второй день стоит обратиться в турфирму и заказать экскурсию по окрестностям на автобусе или на теплоходе. Путешествие по маршруту «Храм всех религий» Свияжск – Раевский монастырь – длится 7-8 часов. Его стоимость составляет 1200 рублей. Вселенский храм. В поселке Старое Аракчино находится странное, но удивительно красочное творение человеческих рук – храм всех религий. Его создатели ханов объединил под одной крышей залы, посвященные всем религиям, но достроить свое детище не успел. Культового значения храм не имеет, но здесь проходят экскурсии, выставки, концерты. Свияжск. Город-крепость Свияжск был срублен русскими умельцами в угличе для взятия Казани. Осенью 1552 города он за несколько недель вырос перед глазами неприятеля и стал форпостом для штурма татарской крепости. С тех времен в Свияжске осталась Троицкая крепость, собранная без единого гвоздя. Свияжск был центром православия на завоеванных землях, купеческим городом, тюрьмой для политзаключенных и кладбищем для замученных в застенках НКВД. Сегодня это поселок, где живет два с половиной сотни человек и обязательная для посещения достопримечательность. Раифский монастырь. Монастырь расположен в 30 километрах от Казани и назван так в память христиан, погибших в Айвив, от руки язычников в Раифе на берегу Красного моря. Он возник в начало, 17, в период противостояния православия и ислама. Со временем руками монахов был создан монастырский комплекс, идеально вписавшийся в окружающий пейзаж. Монастырь хранит святыню, копию грузинской иконы Божьей Матери. Что посмотреть в Казани? Достопримечательности за три дня с помощью интерактивной карты достопримечательностей Казани можно составить пеший маршрут по городу. Начать знакомство с городом от площади Тукая, но не по улице Баумана, а в обратную сторону, по Петербургской. На ней расположен фольклорный комплекс Туга-Навылом, родная деревня, здесь можно полюбоваться сказочным зданием детского театра, икият, пройти через парк «Миллениум» с фонтаном в виде кипящего казана, завернуть к озеру Нижний Кабан, прокатиться по нему на катамаране. Затем прогуляться по старой татарской слободе, вернуться на площадь Тугая, начать неспешное движение по Бауманской улице к Казанскому Кремлю. От площади Тукая можно сходить направо и познакомиться с университетским комплексом, затем выйти на Кремлевскую улицу, осмотреть прекрасный дом Ушаковой, здание пассажей, Петропавловский собор, зайти в Национальный музей, пообедать у парка «Черное озеро» и осмотреть Кремль. На правом берегу можно осмотреть поближе дворец земледелия, увидеть аквапарк, ривьера, граффити с сюрреалистическим изображением избушки на курьих ножках, эту работу на улице Апсалямова. 23 оставил в 2012 году в городе Дуэт Итам Кру из Польши. Как доехать до Казани Туристское экскурсионное бюро Казани предлагают организованные маршруты с гидами «Вечерняя Казань», все достопримечательности с помощью подсветки заиграют новыми красками. Древний город Булгар, путешествие в столицу Волжской Булгарии. Казань спортивная, знакомство с объектами универсиады 2013 года. Пешеходная экскурсия по улицам Кремлевской и Булманской. Иски Казань, путешествие в Старую Казань. В ходе двухдневного знакомства с третьим городом России, русский путешественник, скорее всего, не почувствует себя как дома, но и чужой Казань ему не покажется. Обилие православных храмов и монастырей, памятники славных и трагических событий свидетельствуют, что татарская столица является частью России. Высокая культура ислама и колорит Востока вызывают восхищение и уважение к дружественному народу. Поездка оставит незабываемые впечатления. Звездочка указанные цены актуальны на август.